За моей спиной сейчас стоят полицейские и несколько ребят штатских. Видите, это точно не полицейские. И спецслужбам это мероприятие тоже, как видите, интересно. Что прикольно, как можно отличить простые граждане, а от работников спецслужб их всегда выдает обувь, потому что обувь у военных всегда одинаковая, а куртки могут быть, да, быть в гражданском. Вот этот вот гражданин получил консультацию полицейскую и ходит сейчас вокруг, удовлетворяясь мирным гражданом. Видите, какой замечательный мужичок. И вот таких мужичков здесь я увидел несколько штук. Смотрите, как он умело прячется от камеры. Когда я подхожу с камерой, он все время прячется. Видите, какой мужик интересный. Добрый день! Снимайте. Мне даже не акцент, а что вы хотите. Не, мне показалось, что вы представительность без служб. Я ошибся, да? Да, вы ошибся. Я гражданский человек. Вы их подснимали, двоих. Вот идите, пожалуйста, снимайте. Это не вы? Я не являюсь подснимать. Спасибо. В этот четверг в парламенте, в первом чтении, прошел законопроект о латышизации русских школ. Нет никаких сомнений. Еще два четверга этот закон будет принят. Еще месяц. И президент, наш дохленький слабый президент, подпишет его элементарно. Вот что случится после этого. Русские школьники разделятся на две неравные части. Меньшая часть, около четверти. Те, кто имеет обеспеченных родителей, тоже европейский. Это путь Северной Ирландии, Ольстера. Когда небольшое количество мотивированных людей, которые поймут, чего их лишили, начнут просто убивать и взрывать. Хотим ли мы этого? Нет. Мы хотим жить в нормальной стране, где на улице не стреляют и не убивают. Нам не нужен Ольстер. Нам не нужна Северная Ирландия, страна Басков и Косово. Мы хотим жить в нормальной стране. Значит, что касаемо безопасности, мне понравилось то, что полицейских не было в толпе. Ну, может были какие-то там агенты тайные такие. Но вот здесь на дороге стоит порядка двух десятков машин полицейских. И они спокойненько греются в своих машинах и никому не мешают. И если мы посмотрим на толпу, сейчас обойдем, то тут патрулируют только два полицейских, то есть более чем штатная ситуация. Сейчас примерно посмотрим, какая толпа. Ну, сложно посчитать. Она приходит и уходит. Но я говорю, на скидку от двух до четырех тысяч температура минус пятнадцать. Ну, вот солнышко стало. Ну, хоть прикольные что-то. Вот. Наверное, тоже здесь от К2 камер. То есть это какие-то ютуб-блогеры типа меня, я так полагаю. Ну, и несколько там официальных каналов. Что интересно, здесь нет никаких русских флагов, нет никаких провокаторов. Это тоже прикольно. Поэтому в целом все похоже на то, что действительно это такое народное выгодное изъявление. Даже русский язык и литературу не смогут преподавать на уровне факультатива. И мы сейчас, в современной Латвии, это допускаем. Спасибо всем, кто явился на сегодняшнюю акцию протеста. Всем, кто продемонстрировал свое желание и возможности отстаивать русскую школу в Латвии, история которой насчитывает 229 лет. Если вы сидите дома перед компьютером, пишите комментарии, выпускаете фар, звоня на радиостанцию, это не поможет. Потому что человек не сможет обеспечить себе полноценную жизнь ни в этой стране, ни в какой-либо другой. Современное школьное образование, к сожалению, деградирует. Все меньше и меньше точных наук преподается в школе. Сокращаются учебные программы, сокращается количество уроков русского, родного языка. Учебная программа для билингвального образования до сих пор в целом не подготовлена. К сожалению, многие люди придерживаются конформистской позиции. Но конформизм ведет к деградации, к маргинализации и последующей ассимиляции. Именно в 2018 году, когда брошен такой вызов, необходимо продемонстрировать единство, сплоченность и совместную готовность отстаивать наши интересы в нашей стране. Русская нация в Латвии является одной из государствообразующих наций. Это надо запомнить, надо принимать во внимание и гордиться тем, что мы, русские люди, живем в Латвии. Конформизм никогда не привозит желаемого результата. Вспомнить историю с лужескими сорвами, которых на протяжении нескольких столетий беспощадно ассимилировали в Германии. Вспомнить историю с русинами, которые потеряли свои школы и, в конце концов, тоже подбирались ассимиляцией. Наша судьба должна быть другой. Именно сплоченность, единство и совместное существование различных народов, латышей, русских, поляков, евреев, латгальцев, современная Латвия обеспечит ее полноценное будущее. Еще раз спасибо всем, в том числе украинцам и белорусам, конечно же, и многих других народов. Сейчас неплохое местечко и время, чтобы подвести итоги этого митинга. Мне кажется, что этот митинг был действительно по-настоящему народный, потому что не было толком никакой организованности. В традиции было немного цирка, как в таких случаях происходит, порядка 10 разных политических деятелей, которые, конечно, нужно попиариться, нужно им отметиться для галочки, что они здесь были, что они тут все это замутили, что они красавцы. Но, что надо понимать, сейчас мороз минус 15, и если бы здесь было плюс 21, я думаю, здесь бы народу было на скидку сейчас где-то от 2 до 4 тысяч примерно. Но я думаю, что было бы, наверное, 10 тысяч минимум. И люди действительно очень простые, очень, скажем так, небогатые, очень даже, может быть, бедные, потому что их эта реформа коснется напрямую, они попросту не смогут своих детей доучить, потому что по тому пути, которому предлагается государство, невозможно выучить ребенка, вообще невозможно. То есть его образование будет фактически закончено, и у этих семей не будет денег на дополнительные занятия, на то, чтобы оплатить каким-то образом это учение. И поэтому понятно, что этим людям, хочешь не хочешь, надо выходить на улицу. Приятно то, что в минус 15 такие люди вышли. Здесь все, кто собрались, русские. Я ученица 8 класса, и я учусь в русской биренбальной школе. И, честно говоря, у меня уроки математики, физики, химии, биологии, они идут, больше честно, на латышском. У нас очень много информации на латышском, и, честно говоря, это очень сложно. Мы не понимаем некоторых слов, но нам в то же время пытаются помочь латышские учителя и просто русские учителя. И я рада, честно говоря, что очень много людей собрались, которые хотят, чтобы оставили русский язык, чтобы мы учились на русском. Потому что, блин, мы все люди, мы все одни и те же, потому что говорим на разных языках. Это ничего плохого. Мы можем обучаться, так говорят, национальный язык латышский хорошо. Мы можем обучаться латышскому языку и говорить на нем. Но зачем запрещать русским говорить на нем, говорить какие-то штрафы, начинаете объявлять, потому что если говоришь где-то на русском, тебе сразу штраф, еще что-то. Зачем запрещать русским? Это же, наоборот, ухудшает страну. Ну, лично, как я думаю, ведь если мы, как сказать даже, если мы все вместе, то это же больше страна, больше как семья. Ведь все говорят, семья – это не то, как мы живем, мамы, папы и дети. Это и страна. Если мы все вместе, то и нам хорошо. У нас более приятная, более распространенная начинается страна. И мне больше людей потянутся. Но так мы просто выгоняем самих себя из страны. Я не понимаю этого. Это очень неправильно, то, как хотят сделать латыши. Наоборот, лучше поддержать и оставить то, возможно, как есть. Да, пусть мы будем обучаться какую-то часть на латышском языке, но у них по логике нет права запрещать нам. Ведь мы, если мы родились русскими, почему мы должны закрываться и как-то это прятать, что мы русские, и становиться, грубо говоря, латышами. Мы имеем право быть, мы имеем право говорить на русском. Так смысл нам это все запрещать? Мы должны, наоборот, показывать, я рада, что я здесь, а что я рада, что все вы тоже здесь, и вы все это поддерживаете. Мы должны говорить на русском языке, и нам это разрешено. О, Боже! Это правильно, я рада, что вы все здесь собрались, большое вам спасибо. Надеюсь, мы и дальше увидимся все вместе здесь. Что мы есть Латвия, и что Латвия без нас, это какая-то другая, неизвестная нам страна. И что только вместе с нами Латвия есть Латвия. Мы – Латвия! Есть Латвия! Мы – есть Латвия! Мы – есть Латвия! Еще раз большое спасибо всем, что пришли в этот морозный день. Так, что еще интересно, здесь собираются подписи, и там есть тетеньки, которые следят за тем, чтобы подписей левых не было. То есть действительно нельзя там просто кого-либо вписывать, и когда кто-то попросил вписать за какого-то своего знакомого, заставили позвонить и спросить, тот знакомый действительно ответит положительно, чтобы не получилось, что из-за кого-то, какой-то ошибки, аннулируются эти подписи. Это очень приятно. Приятно, что здесь были представители спецслужб. Это выглядело очень прикольно. Но они особо не шифровались, но, тем не менее, да, было. Неплохо, что здесь было, я говорю, несколько экипажей полиции, но себя очень красиво вели, лояльно. И все это похоже было на действительно такое цивилизованное волеизъявление. За все время я здесь увидел одного лакошонка. Ну, куда уж без них. То есть, когда таких маргиналов побольше, они, конечно же, портят общую картинку. И здесь, как правило, на всех таких митингах, если вот посмотреть все такие митинги, там есть несколько человек. Они все там, ну, на все митинги ходят. Это там Жданок, Мамыкин, ну, такие вот ребята, которые прям настоящие патриоты, настоящие такие борцы за русскую школу. Вот без них не обходится. Публику завести было крайне сложно. Минус 15 все-таки это дофига. И лишний раз похлопать. Или вот я камеру пока держал, прямо колел. Вот, детей по этой причине-то было практически немного. И бабок тоже было немного. Потому что и те, и другие составили бы, конечно, большинство. И выглядело бы это, что пришли бабульки, а нефиг делать. Или просто школьников согнали. Ну, как бы так выглядело. Вот. И сейчас как раз были в основном только родители. И, в принципе, говорили все по делу. Ну, как бы, не знаю, насколько это принесет плоды какие-то. Я был первый раз на таком митинге. Для меня это интересный опыт. И если он будет повторяться, разумеется, я буду ходить. И я хотел бы, чтобы это принесло какие-то плоды, какой-то результат. Вот. Ваше мнение тоже было бы интересно по поводу русских школ. А, в принципе, здесь что интересно, здесь все мнения были собраны. И все было четко высказано. И после такого митинга, как бы, вопросов уже не возникает. Это действительно народное волеизъявление. А мистер Шадурскис, это действительно конченый идиот. Просто больной человек при правительстве. Ну, на сегодня это все. Я думаю, что не очень огорчило вас, что на канале о путешествиях сегодня было не путешествие. Но зато я вам рассказал о городе Рига и о тех проблемах, которые здесь возникли. На сегодня это все. Латвия, на самом деле, самая замечательная страна Евросоюза. И, к сожалению, есть у нас, как и в любом государстве, политики идиоты, которые не знают, для кого работают, но не для народа точно. На сегодня это все. Всем пока.